В общем, вчера утром сидел я в своем ноутбуке и играл в эмулятор Dendy, так сказать, с помощью вот этого вот самодельного Dendy USB геймпада и все такое. И вдруг мне в голову пришла идея. Так как у меня самодельный геймпад сделан, собран с помощью платы Digispark, микроконтроля Digispark и все такое, и кабеля USB и все такое, меня осенило. А почему бы не сделать, так сказать, небольшое такое USB устройство, к которому можно будет подключать все, так сказать, джойстики от Dendy, Nessa, Famicom, так сказать, при этом не разбирая сам геймпад и не вшивая, так сказать, в него плату Digispark, грубо говоря, и все такое. Ну, значит, как говорится, как вы видите, перед вами вот это то самое устройство, которое, так сказать, подключается к ноутбуку, компьютеру, так сказать, и к нему, так сказать, можно подключать любые джойстики от Dendy, Nessa и Famicom, так сказать, и играть с помощью их на эмуляторе. При этом не разбирая сам геймпад, как говорится, и не вживая в него вот эту вот самую плату Digispark, грубо говоря. Но, как говорится, справедливости ради, хочу сказать наперед. Возможно, это устройство уже кто-то придумал до меня, так сказать, я не новатор нафиг всего, скорее, возможно, уже кто-то это сделал, как говорится. Меня просто это осенило и все такое, и прочее, и прочее. И вот как-то вот так. Значит, в чем прикол, так сказать, из чего состоит это устройство? Как вы видите, сам USB кабель, то есть любой кабель можете взять, можете взять от мышки, можете от чего угодно USB кабель взять. Главное, чтобы в нем было 4 провода. Сама плата Digispark, вот она, вот эта вот плата. И, так сказать, разъем либо от Dendy, либо от Sega, так сказать, желательно узкий, либо широкий, 9-15 пинов. Сойдет любой. Ну, или какая-нибудь коробочка, куда все это дело может вместиться и все такое. Вот как бы вот так вот. В общем, все, вот это вот я собрал, вот такую вот коробочку, так сказать. Здесь пришлось мне, так сказать, термоклеем, так сказать, подклеить, грубо говоря. Ну, и внутри, так сказать, провода пришлось еще термоклеем, чтобы они, в случае чего, не, так сказать, не соединились, не прикасались друг к другу, грубо говоря. Ну, сейчас будем проверять, что из этого у нас всего получилось. Ну, что, сейчас мы с вами будем тестировать нашу приблуду, грубо говоря. Как говорится, я ее уже подключу к своему ноутбуку, подключу к нему Dendy джойстик. Чтобы вы не сомневались, вот он подключен джойстик, как говорится, вот он, сам джойстик. Сама, так сказать, приблуда подключена к ноутбуку, ну, точнее, к хабу, грубо говоря. И, так сказать, уже запущен у меня эмулятор, грубо говоря, это хак Super Mario Bros. 4 Prince называется, грубо говоря. Если кому-то надо, могу скинуть, грубо говоря, ну, ладно. Значит, давайте возьмем геймпад и начнем проверять. Start работает. Zellic работает. Так, секундочку. Как уже видите, старт работает. Вперед, назад. Ну, тут показать не могу. Кружок. Ну, так. Ну, вроде как работает, все нормально с ним. То есть, так сказать, все в рабочем состоянии. В общем, устройство у нас работает. Все в рабочем состоянии. А я лишний раз напомню, что я для этого использовал. Значит, использовал я USB кабель, так сказать. Плату DJ Spark я использовал. Ну, и вот такой вот узкий 9-пиновый разъем. Его можно взять либо с Dendy, ну, тут даже и отсеки подойдет. Там тоже узкий 9-пиновый разъем. Но желающие могут и воспользоваться широким, так сказать, 15-пиновым разъемом. Это уже на ваше усмотрение и все такое. Грубо говоря. Ну, или какую-нибудь там еще коробочку, чтобы все это дело запихать, чтобы она у вас не болталась, грубо говоря, и все такое. Далее, что вам нужно будет знать, это распиновку проводов. Это обязательно нужно знать. Как говорится, не только распиновку USB провода, но и распиновку вилки джойстика от Dendy, грубо говоря. Вам тоже нужно будет знать. Потому что здесь я, так сказать, спаивал распиновку и делал для одного джойстика, который я тестировал все такое. А когда я подключил другой джойстик, так сказать, который у меня есть, там он уже не работал. Потому что там расположение проводов, распиновка уже была совсем другая. И когда я вилки джойстика переставил провода, только тогда он уже заработал. Так что, ребята, это вам нужно будет обязательно знать. Ну и плюс, вам понадобится, как сказать, программа для вашего компьютера. Это Arduino и скетч, который я залью, так сказать, и укажу ссылку на его. Какой скетч для этого понадобится? Ну, собственно, как-то вот так вот, ребята. Все, что можно, я вам уже объяснил, грубо говоря. И как я еще раз говорю, это не, так сказать, не моя идея. Возможно, ее кто-то уже до этого делал. Возможно, кто-то уже такое подобное устройство сделал, все такое. Так что я здесь это не впервые делаю.